Привет! Apple анонсировала обновление iPad'ов в линейке Pro, и если вы думаете, стоит ли их покупать или обновляться на него со своего предыдущего iPad'а Pro, то давайте рассмотрим все ключевые особенности этих новых устройств. Начнем с дисплеев. Это масштабное обновление во всей линейке iPad'ов Pro. Теперь используются два OLED-экрана, которые наложены друг на друга, и эта технология называется Tandem OLED. Эти дисплеи очень яркие, в предыдущем поколении было 600 нит яркости при просмотре HDR-контента, а теперь эту цифру повысили до 1000 нит. Также есть такой показатель, как пиковая яркость, теперь она составляет 1600 нит. Эти OLED-экраны дают нам более глубокий черный цвет, и, конечно же, лучшую контрастность и детализацию теней в плохих условиях просмотра контента. Эту технологию поддерживают сразу две версии планшетов, то есть на 11 и 13 дюймов, в то время как в прошлой версии, да, был установлен мини-лет, но этот мини-лет был доступен исключительно только на старшей модели 12,9 дюймов. А в этом поколении не стали никого обламывать, и если ты хочешь купить 11 дюймовый, пожалуйста, тебе Tandem OLED дают, и на 13 версии тоже дают эту возможность. Это очень важно. Я не понимаю, почему в прошлом поколении они сделали такой ход, и получается, если ты хочешь круче экран, ты должен переплачивать еще и за размер этого экрана, но теперь этого у нас с вами нет, и слава богу. Также добавили поддержку нано-текстурированной дисплея. Это нужно для того, чтобы ловить на экране меньше бликов, меньше отражений, но эта функция, эта опция доступна только на версиях планшета с объемом памяти 1,2 терабайта. Так что, если вы хотели купить на 512, например, то это вам будет недоступно. Какого-то глобального редизайна в этих новых версиях у нас с вами не произошло, зато эти планшеты стали очень тонкими, и это самые тонкие планшеты, которые когда-либо делала Apple. 5,1 мм толщина новых прошек, iPod Nano, если что, 5,4 мм, получаются новые прошки меньше, точнее, тоньше, чем Jack 3,5 мм. Вот этот вот разъем, это очень круто, интересно будет посмотреть, что будет у нас с точки зрения гнутости, да, по-любому. Когда эти планшеты выйдут, люди начнут их гнуть. Также эти планшеты очень легкие, и если вы хотели компактное, легкое устройство, которое вы положили в свой рюкзак, портфель, сумку, для того, чтобы поработать где-то там на свежем воздухе, ну, либо посмотреть контент, iPad Pro прям вообще хорошо вам должны зайти. Конечно же, самое главное обновление этих планшетов, это то, что туда был установлен чип М4, они сразу перепрыгнули с М2 на М4 и не стали туда устанавливать чип М3. Напомню, что М4 дебютирует в этих прошках, его даже еще нету ни в одном MacBook. Основное нововведение этого чипа, это то, что он был адаптирован для работы искусственного интеллекта. Neural Engine там гораздо быстрее, неже, чем в предыдущих поколениях, соответственно, когда у нас с вами выйдет iPadOS 18, эти все фишки будут работать на нем без проблем. То есть, покупая это устройство сейчас, вы даете себе очень долгую дистанцию для использования вот этих вот Pro и И штука на этом iPad Pro. На презентации нам показали, что в версии Final Cut для iPad Pro одним нажатием вы сможете отделить в видео объект от фона. Поверьте мне, это очень крутая штука, так как я работаю с видео, иногда с фотографиями, и для того, чтобы отделить объект от фона, например, там человек, телефон, там или какую-то собаку, кошку, это очень сложная история, там нужно все вручную обводить. Бывают, конечно, такие приложения, как Pixelmator, там есть кнопка волшебная, которая также отделяет объект от фона, но она не всегда работает корректно. Но я уверен, что на чипе M4 таких погрешностей не будет, все-таки идет упор, и во всех промо-материалах говорят, искусственный интеллект и так далее, все должно работать очень здорово и без каких-либо помарок, ну, либо они будут очень минимальные. Эти планшеты будут доступны с 9 и 10 ядрами графики, и зависеть это будет от объема постоянной памяти, то есть, если вы хотите 10 ядер графики, то это 1 и 2 терабайта, а все, что меньше, 256, 512, это уже 9 ядер графики, но я уверен, что большинству хватит и 9, там не такой большой, по идее, должен быть прирост. Они немного поработали над камерой и убрали второй сверхширкугольный объектив, теперь в iPad Pro у нас с вами одна камера на 12 мегапикселей, которая может снимать от 4К 60 кадров в секунду. Добавили поддержку Smart HDR 4, ну и также вы сможете снимать на новой прошке в 4К Pro Rez, после чего тут же сразу все это обрабатывать на быстром классном M4 и выгружать куда-то в сеть. Что касается фронтальной камеры, то ее перенесли вот отсюда, вот сюда, собственно, точно так же, как в новых iPad Air и в iPad 10-го поколения. И это правильное решение, давно нужно было это сделать, потому что, когда вы звоните по FaceTime, обычно планшет у вас стоит на подставке вот так, и логично камера, чтобы смотрела на вас с центра вот этой боковой грани, нежели чем вот отсюда. Очень странная история, но наконец-то это поправили. Если вы захотите купить версию с сим-картой, то, к сожалению, физические сим-карты туда установить больше не сможете, только eSIM. Неважно, для какой страны вы будете покупать этот планшет, нигде больше нет физического лотка для сим-карты, только eSIM. К новым прошкам нам также показали новые аксессуары, новый Apple Pencil Pro, который имеет тактильную отдачу, жест сжатия для работы с Procreate, например. Также нам в презентации показали, что если вы сильнее сожмете Apple Pencil, то у вас выскочит какое-то дополнительное меню, с помощью которого вы можете там выбирать какие-то крутые штуки. Также этот карандаш имеет Find Might, то есть если вы его где-то дома потеряли, то с помощью приложения Lockator без проблем сможете его найти. Также был обновленный Magic Keyboard, а теперь туда добавили ряд функциональных клавиш, соответственно вы можете менять яркость своего планшета непосредственно с клавиатуры, а не так, как это было раньше, нужно было зайти в Control Center и уже оттуда менять яркость. Тоже странная какая-то история, согласитесь. Ну и также в этой версии увеличили трекпад, он стал чуть больше, нежели чем в предыдущей, и это хорошо, я не пользовался, к сожалению, пока этим аксессуаром, но читал в интернете, что люди жаловались, что трекпад очень маленький, теперь он действительно достойного размера, как опять же утверждают журналисты. Постоянной памяти доступно 256, 512, 1 и 2 терабайта, и это вполне хорошо, даже, мне кажется, базовой модели хватит 256 гигабайта для каких-то средних задач, там кино посмотреть, в игрушки поиграть, ну и что-то там еще даже можно поработать. Цены стартуют от 999 долларов за 11-дюймовую модель, а 1299 долларов за 13-дюймовую модель, и, конечно, все будет зависеть от того, Wi-Fi это либо сим-карта и объема постоянной памяти. На мой взгляд, эти планшеты идеальны для обновления, если у вас какой-нибудь iPad Pro 2018 или 2020 года. Все-таки там уже старые чипы, байоники, а здесь такой большой скачок M4, но нужно смотреть, что за фишки будут искусственного интеллекта, может быть, они будут эксклюзивные для этого планшета, нужно смотреть. Ну а так, да, опять же повторюсь, если у вас планшеты 2018-2020 года, прошки, то смотрите в сторону M4. На канал обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Дальше больше, всем здоровья и пока!